В 1917 году британский генерал Стэнли Муд, возглавлявший на тот момент оккупационные войска Британии на территории Ирака, встретил пастуха. Он сказал пастуху через переводчика, что даст ему фунт, если он убьет любую из своих пастушьих собак. Псы пастуха были породистыми и преданными пастуху. Они были очень важны для защиты пастушьих овец от волков, помогали пастуху кормить овец и предупреждали его об опасности. Но с деньгами, которые генерал предлагал, он мог купить половину овец, что у него в атаре. Пастух решил схватить одну из овец и пожертвовать ею, зарезав ее у ног генерала. Но генерал отказался и приказал убить собаку. Недолго думая, пастух сделал это. Генерал пообещал пастуху еще один фунт в обмен на снятие шкуры с собаки. Пастух взял деньги и сделал так, как ему сказал генерал. Генерал муд пообещал дать еще один фунт, если пастух разорвет собаку на части, после чего пастух изрезал собаку на мелкие куски. Генерал отдал пастуху все три фунта и начал уходить, как вдруг пастух вскочил и сказал «Я готов съесть эти кусочки, если ты дашь мне еще один фунт». На что генерал ухмыльнулся и сказал «Я просто хотел знать твою природу. Я понял, что ты являешься рабом своих желаний. Ты задушил своего лучшего друга ради трех фунтов, снял с него кожу и разорвал на куски. И ты готов даже съесть его за четвертый фунт? Это все, что мне нужно знать о тебе». Затем, обращаясь к своим солдатам, генерал сказал «Пока здесь много таких людей, вам не о чем беспокоиться». Из книги доктора Али Варди «Социальные этапы из истории Ирака». Эта история учит нас тому, что когда в обществе присутствуют малодушные любители своих желаний, готовые на все ради своего навса, они будут служить любому врагу для дезинтеграции и колонизации этого общества в обмен на фунт.